всех приветствую дорогие друзья всех приветствую на моем канале добро пожаловать в канаду я живу в канаде если вы не знаете и сегодня видео болталка у меня видео обычно это примерки магазины украшения винтаж иногда я записываю видео болталки когда мне хочется поговорить ну вот возникает какая-то тема которую хотелось бы обсудить даже не то что обсудить а высказаться но я вас все приглашаю в комментарии если вы хотите высказаться на эту тему то и welcome что называется можете высказываться я буду очень рада прочитать ваше мнение на эту тему я сегодня буду говорить про блогеров я если честно один раз записал такое видео про блогеров про некоторые их так сказать косяки которые я считаю косяками они наверное не считают косяками потому что то было видео про блогеров американских канадских я записывал это видео с точки зрения человек который здесь живет в америке в канаде и знает так сказать ну реально нашу жизнь и меня была определенная критика по поводу того как некоторые блогеры представляют эту нашу жизнь вот сегодня у меня будет немножко другое видео я хочу высказаться как зритель я знаете ведь тоже зритель ведь любой блогер он же зритель вот вы сможете на человека на экране он там что-то болтает рассказывает показывает на самом деле и вы смотрите на него как на человека с другой стороны экрана на самом деле любой блогер он зритель и он такой же как вы человек с обратной стороны экрана только смотрит он блогеров которых возможно вы тоже смотрите и естественно оценивает их и видит что они там несут массы так сказать имеет право на свои оценки ну я такое длинное вступление в общем и целом я выскажусь как зритель и как читатель комментариев под некоторыми видео блогера на ютюбе тема зависти есть очень много блогеров которые считают что им завидуют я эту тему слегка затрагивал в моем прошлом видео про блогеров но так вскользь а сейчас я хочу значит вот развить это дело на экране блогеры вот в основном мы же смотрим блогеров я не говорю сейчас что вот селебрити какие-то я говорю вот просто вот я сижу допустим смотрю женщину которая тоже живет например в канаде как я или она живет европе или она живет я не знаю где но где-то работает муж семья дом там достаток какой-то определенным чем не завидовать ну вот правда что то есть я говорю про про блогеров обыкновенных а в основном то мы все смотрим следим за жизнью людей примерно где-то вот которые обычные люди только они решили взять камеру и начать снимать свою жизнь и вот эта мантра про про зависть она ставит меня в тупик понимаете особенно больше всего кричат о том что им завидуют блогеры которым не то что завидовать его пожалеть в пору вот я не смотрю регулярно но иногда смотрю некоторых блогеров вот просто жалко их знаете ну такие такие глупости они делают в своей жизни своей личной жизни со своими финансами учить очень часто иногда вернее это блогеры значит а мать одиночка который еле-еле сводит концы с концами или женщина скажем так без определенного рода деятельности которая занимается там ну какие-то у нее там периодические заработки в жизни так сказать у нее нет успеха не 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 в ее карьере не в небольшой небольших успехов личной жизни внешность тоже знать спорная вещь как бы я бы сказала но есть такие красавицы прямо красавицы но им завидовать как-то глупо каждый человек имеет свои какие-то плюсы и минусы каждый человек красив по-своему но есть конечно ну конечно все красивые люди красивы по-своему ну скажем ну вот есть объективно красивые люди а есть люди красивые ну субъективно а есть люди некрасивые ну что ну давайте не будем заворачивать это все сахарную бумажку да есть люди некрасивые если люди с лишним весом если люди с некрасивыми лицами если Это не делает их плохими и хорошими, не поймите меня правильно. Но если человек совершенно с заурядной, банальной внешностью, без определенного дохода, без собственного жилья, без семьи, без какого-то вообще успеха в какой-либо области жизненной, сидит на камеру, что-то вещает и говорит, что вот вы мне все завидуете, то это вызывает какое-то недоумение. Я вообще не понимаю, откуда взялась вот эта вот идея, что блогерам все завидуют. Но самое смешное, что вот зрители, так сказать, в комментариях, ну вот те, кто фанаты этого блогера, они тоже, значит, вот когда человек критикует или там пишет ему, что он что-то делает неправильно, или когда, ну, ругают его, не ругают, ну, понимаете, все зрители в один голос фанаты этого блогера начинают писать в ответ, да вы просто завидуете, завидуйте молча, да перестаньте завидовать, да это все зависть, не обращайте внимания. И у меня возникает такая, знаете, ребят, вы умственно отсталые, и в какой реальности вы живете, что вы считаете, что вот этой женщине на экране, которую впору пожалеть, кто-то может завидовать, и завидовать чему? Почему вы думаете, что если вы напишите, что вот это все зависть, да перестаньте завидовать, да завидуйте молча, это сразу обретет какой-то смысл. Ну, напишите, пишите все, что угодно, но это же не значит, что это правильно, понимаете? Я уверена, что они сами прекрасно понимают, что никто ей не завидует, этой блогерши. Сейчас я говорю не о каком-то конкретном, я говорю такой собирательный образ блогеров, которых я смотрю, некоторых, некоторых, и как сами блогеры, я говорю так, и зрители меня просто вводят в какое-то такое, знаете, недоумение и транс, потому что, ну ладно, сам блогер, как бы они, некоторые настолько-то, знаете, самовлюбленные, вообще блогеры, я сейчас опять же не как блогеры, а как зрители говорю, блогеры это такая очень своеобразная и странная порода людей, они, ну, своеобразные люди, не каждый вот так сядет перед камерой, я по себе знаю, я тоже вот сижу тут с вами, да, балям-балям, не каждый может вот так вот сесть и начинать рассказывать какие-то истории, а еще лучше вываливать вообще свою жизнь на показ. Ну вот я блогер, ну я снимаю в магазинах, там, обзоры и так далее, но я особенно не вываливаю свою жизнь, хотя мне нечего скрывать, и мне есть что вывалить, поверьте, как бы я знаю, о чем я говорю, если бы я хотела, чтобы мне кто-то позавидовал, я бы могла сейчас тут начать метать, знаете, показывать свои достижения жизни, так скажу, но мне это не нужно, во-первых, во-вторых, я не считаю, что это вообще существующая вещь, я вообще, понимаете, я могу понять зависть по отношению к какому-то конкретному человеку, который вот вокруг вас, вот как я уже сказала, у соседа трава зеленее, вот вы живете, а рядом с вами живет человек, в жизни у него все лучше, чем у вас, ну вот все, и жена красавица, и дочка умница, и машина лучше вашей, и дом хороший новый, а у вас старый разваливается, и работа, и зарабатывает он хорошо, и каждый год по три раза он ездит в отпуск Европы и на Карибы, понимаете, а вы сидите, еле сводите концы с концами, тогда можно сказать, что вот, ну да, можно позавидовать, вот этому человеку можно, вы можете ему позавидовать, потому что вы прям вот явно перед вами глазами, перед вашими глазами живой пример, вы знаете, что все это правда, и вы знаете, что он как бы вот это вот то, что есть, но человек на экране, во-первых, он вам показывает то, что он вам показывает, а не то, что на самом деле, очень часто это две большие разницы, жизнь блогера в жизни и на экране, понимаете, Поэтому для начала завидовать этому глупо лишь потому, что вы не знаете, что там на самом деле творится, понимаете, у этого человека в жизни. Поэтому блогеры, которые думают, что их критикуют или пишут какие-то не очень приятные вещи, это потому что все им завидуют. И это такая глупость и самонадеянность, которую я вообще не могу это объяснить. Знаете, товарищи блогеры, вы просто можете кому-то не нравиться. Вот представляете себе, что вы просто можете кому-то не нравиться. Как говорится, мы не 100 долларов, чтобы нравиться всем. И может быть такая ситуация, что вот пришел человек, посмотрел на вас несколько видео, он не хейтер, он просто посмотрел на вас. И ему не нравится, что вы делаете, ему не нравится то, что вы говорите. И, как говорится, ну не нравится, проходи мимо, что называется. Да, я согласна с этим. Вам не нравится блогеры, проходите мимо, нечего гадости писать. Но не всегда критические комментарии – это гадости. Иногда критику люди пишут, ну просто потому что, вот, если вы не хотите, чтобы вам писали критику, закройте комментарии, вам никто ничего не будет писать. Но если комментарии открытые, и блогеры еще часто, значит, призывают в своем видео, давайте поделитесь мне в комментариях, что вы думаете о том, что я говорю. Или напишите, вот как вы думаете, вот я права или нет. Или напишите, что мне лучше, это кофточка, это или это. И люди пишут, знаешь, ты не права, мне кажется, ты ошибаешься, у тебя там проблемы с логическим мышлением, потому что кто-то сказал то-то-то, а на самом деле это так-так-так. И прибегает блогер и начинает кричать, хейтер, хейтер, вы мне завидуете. И прибегают фанаты этого блогера под этот комментарий и начинают писать. Да вы хейтер, да вы все просто завидуете, да не обращай внимания на этих завистников. Знаете, я понимаю, конечно, что хейта очень много и в комментариях. Я не защищаю ни в коем случае там хейтерские комментарии. Очень много пишут обидных, гадостей пишут. Я уже знаю, поверьте мне, да. Но очень часто читаешь комментарии и думаешь, человек написал как бы довольно спокойно, нормально, просто свое мнение. Значит, блогер ответила, что кыш отсюда хейтер, если вам не нравится мой блог. Десять человек прибежало под этот комментарий и накинулось на этого писателя, комментатора, что вы хейтер и завистник, понимаете. А завидовать там нечего, там слезы, а не жизнь у этого человека, у блогера, я имею в виду. И, как бы, наверное, это кому-то, вот блогеру, например, наверное, ему приятнее думать, что он не то, что он неправ, или он говорит и делает какие-то неправильные, глупые вещи, а то, что люди пишут, комментируют и критикуют его из того, потому что они завидуют. Вот это очень взрослая позиция взрослого человека, так скажем, в кавычках я имею в виду, понимаете, потому что это детский сад какой-то. Вместо того, чтобы критически реально посмотрели на свою жизнь, вы всех, кто вас критикует, обзываете хейтерами и завистниками. Вот. И еще один момент я хотела бы добавить, что, вот знаете, есть блогеры, у которых очень много хейтеров. А есть блогеры, у которых почти что нет хейтеров. Товарищи блогеры, у которых очень много хейтеров и завистников, вам не приходило в голову, почему у вас столько хейтеров, и почему вам нужно забанить 10 человек на каждом видео, которые вам пишут, как вам кажется, гадости. Вот это так странно. Я смотрю некоторых блогеров, они все время жалуются, что у них хейт, хейт, у них так много хейтеров, их все время хейтят, они все время кого-то банят, и все время пишут гадости. А смотрю некоторых блогеров, и никогда не жалуются о том, что у них очень много хейтеров. Вообще не заостряют на этом, и вообще про это не говорят, практически не говорят. Причем там количество подписчиков примерно одинаковое, да. Так вот, товарищи блогеры, я к вам обращаюсь как блогер и как зритель. Когда у вас очень много хейта и завистников, которых вы баните постоянно на своем канале, может быть, вы задумаетесь о том, что проблема не в хейтерах и завистниках, а в вас. Потому что странно, правда же, да. Почему вот у некоторых прямо, что не зритель, то хейтер, а у некоторых почему-то зрители нормальные, пишут хорошие комментарии. Парадокс, парадокс Ютьюба. Да, вот такое, значит, видео у меня сегодня. Вы уж меня не ругаете сильно. В прошлый раз, когда я про блогеров снимала, меня там тоже ругали, говорили, как так, ты же сама блогер, почему ты вот так вот это. Ну почему? Потому что я и блогер, и зритель в том числе. И потому что я тоже его человек. Я понимаю, что это как бы честь мундира, и честь профессии, что мы как бы в одной лодке все блогеры. Ну как бы я имею в виду, что я даже не называю конкретных имен, но я просто пытаюсь вам объяснить, что я вот это все говорю не потому, что я хейтер и завистник, а потому что я имею свое мнение на этот счет и считаю, что даже блогер имеет право высказаться о других блогерах. Что, кстати, очень часто делают блогеры. Вообще, срач, извиняюсь за выражение между блогерами, это вообще такое, это двигатель любого канала, на самом деле, на ютюбе. И это очень распространенное дело. Так что, вот. Все, высказалось. Теперь ругайте меня. Все, люблю, целую, увидимся в следующем видео. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok